всем добрый день это будет 3 видео про особенности развития моего аутичного ребенка где-то будет период от 4 до 5 лет вот нам сейчас ровно 5 прошлое видео я закончила на том что говорила что где-то там в 3 8 лет какие были особенности общения на площадке как я вовлекала ребенка в игры с детьми общее но что типа того сейчас хочу рассказать что случилось завод год полтора про особенности общения про интересы сверхзначимые какие проблемы появились про то как выбрать садик и нужен ли он вообще для такого ребенка и потихонечку подготовка школе начнем по порядку в 3 около 4 лет мы переезжаем на новое место и как наверное многие знают аутичные дети могут испытывать стресс и даже откат развития связи с такой резкой сменой обстановки нас такого не было принципе ребенок это воспринял как само собой разумеющиеся обстоятельства мы ему сказали так и так мы очень переезжаем вот у тебя будет такая вот квартира мы несколько раз туда возили пока еще там не было мебели показывали вот тебя будет своя комната воду есть такие классные площадки он это все принял мы без стресса без откатов переехали продолжаем заниматься и бей дома с терапистом который приходит каждый день начинали где-то с часу полтора теперь он занимается пять дней в неделю индивидуально по два часа иногда с занятиями на прогулке по выходным групповые занятия и бей терапии в группе с детьми высоко функциональными основной акцент в возрасте 4 до 5 лет уже идет на социализацию и коммуникацию потому что эти дефициты они уже ярко начинают бросаться глаза если там проблемы с едой в принципе встречаются и норма типичных детей там проблемы не знаю там с одежды еще какие-то истерики то вот разница в общении в том что говорит ребенок и что он делает в этом возрасте уже достаточно бросается в глаза какие особенности разговоров и общения столкнулись с проблемой что ребенок не чувствует социальных норм не понимает что можно говорить что нельзя говорить для него все люди одинаковые что чужая тетя что родственники может задавать личные неправильные неприемлемые вопросы как-то себя вести неадекватно мы над этим работали нам написали социальную историю это распечатывается история картинки обязательно должен быть визуальный какой-то сопровождение и перед выходом на улицу перед гостями мы садимся и читаем эту социальную историю на данный момент у нас три социальных истории мы столкнулись с тремя проблемами в общении с детьми и взрослыми первая проблема была в том что ребенок задавал не очень уместные вопросы посторонним людям и говорил то что не принято говорить ну например мог подойти какой совершенно чужой тете и там спросить сколько тебе лет ну бывают дети спрашивают а там два-три года но 45 лет уже как-то люди смущаются и говорят мальчик как бы ну такие вещи там не задают вопросы ну и так далее может например на занятиях увидеть что кто-то пошел в туалет и сказать тетя куда ты пошла в туалет и что там делать будешь пописаешь понятно ну и в таком духе это вроде бы как смешно и мило пока ты маленький но дальше это уже будет не очень удобно и не очень подходяще поэтому мы заранее обеспокоились этими вопросами но там еще много чего было про личные вещи он мог спрашивать в лоб ни перед ни пока подойти к дяде тете и начать на ты там есть что-то какую-то ерунду спрашивать личную которые не принято вообще говорить в общем-то социальная история какая у нас была что мы пытались объяснить что бывают посторонние люди а бывают близкие вот близкими пожалуйста ты можешь задавать личные вопросы про возраст про свою стиральную машину можешь спрашивать про свой вот этот всех значимый интерес там про этажи какие-то но есть посторонние люди которым там ребенок сталкивается на улице где-то в подъезде и так далее вот этим посторонним людям не надо задавать лишние вопросы ты можешь ограничиться какими-то общими там словами здравствуйте как как дела какой вам нажать этаж в лифте мы в таком духе ну естественно поощряемся ребенок правильно себя ведет мы это поощряем эти социальные истории помогают про возраст и про тете ты пописала у нас вот это наконец у нас ушло это наконец-то такие вопросы мы перестали задавать чужим тетям и дядям дальше как что еще было проблемы с общением так проблемы с общением в совместной игре с детьми тоже писали социальную историю то есть если мой ребенок мог подойти и спросить какую-то чужую игрушку и играть в нее то свои он не давал просто до истерики до ора там пытались с ним как-то меняться мы написали социальную историю объяснили ребенку что твои игрушки не забирают если кто-то попросил поиграть тебе вернут им они останутся с тобой не волнуйся ты можешь поиграть вместе с мальчиком и девочкой и попросить обратно твои игрушки будут с тобой или там поменяться на что-то но как-то скрипя сердцем он это воспринял но с малышами делиться не стал он так и сказал мама я с малышами делиться не буду я их не люблю я дам поиграть свою игрушку только взрослым детям но это его право этого и выбор кому давать игрушки кому не давать так что с этим мы смирились главное чтобы это было все без истерик без топания ногами без ора без махания руками на детей маленьких чтобы он объяснил что нет я ну не дам извини дорогой дальше еще как у нас была социальная история сообщение то есть научиться привет говорить как дела мы научились дальше у нас в общем ребенок с не совсем понимал что дальше говорить и начиналась какая-то полная от себя тина опять про какие-то этажи и стиральные машины ну просто какие-то свои интересы диалог не строился четко объясняли как правильно общаться если хочешь поговорить с ребенком начинаешь привет как дела запомнил молодец что ты можешь спросить ряд вопросов которые можно спросить у детей например а сколько там ты вышел гулять а с кем ты гуляешь какой-то любишь мультик смотреть и обязательно если ребенок задает вопрос то есть мой ребенок задает вопрос он должен внимательно послушать ответ а не нести вот этот монолог бесконечно должен делать паузу и слушать и повернуться лицом к собеседнику которым он разговаривает с этим сложнее но в принципе как какие-то он уже выучил эти шаблонные фразы которые можно сказать и построить небольшой диалог он может быть немножко кривенький я бы корректирую этот диалог но в целом и я считаю что мы на правильном пути какие еще проблемы это скорее не проблема особенность есть у некоторых детей с раз сверхзначимые интересы они очень узкие они ограничены их мало но это сверхпоглощающие значимые интересы о котором о которых ребенок может говорить постоянно он может повторять одни и те же вопросы на эти сверхзначимые интересы доставать всех вокруг этими интересами том числе и посторонних людей ну с этим в принципе можно дома смириться но хотелось бы что это было бы только дома и чтобы эти интересы как-то расширялись у нас этот интерес вот уже практически с 8 месяцев от роду это стиральная машина и стирка все просто помешано на этой стирке еще появились этажи цифры но как-то поменьше цифры еще можно упустить хоть хорошее русло пример у меня ребенок около пяти лет стал учить с помощью планшета цифры и счет до там 20 на разных языках там на английском на испанском выучил на итальянском на японском на корейском на немецком еще на каком-то ему это нравится это вот и его как бы такое хобби ладно еще можно какую-то пользу понять да и как-то переключили мы его на математику с помощью цифр но что с этой стиральной машины делать мы не знали потому что это вот постоянно стирка стирка буду стирать повесил засунул в игрушечную стиралку ли в какую-то коробку повесил опять засунул опять повесил от бесконечности вот эта странная игра повторялась нам посоветовали пересытить его этой стиральной машиной то есть не запрещать а как-то ну читать про эти стиральные машины показать ему картинки пусть он смотрит эти видео на youtube я бы не сказала что прямо этот интерес ушел после пересечения но все-таки стал переключаться на что-то другое но все равно это стирка остается она вот не знаю нас нами насколько лет еще останется но как-то можно же расширять правильно используя значимый интерес если это значимый интерес так дальше что еще еще мы обучали ребенка что можно рассказывать про себя другим людям если с кем-то знакомиться у нас есть альбом альбом про меня называется альбом про максима там картинки и текст альбом примерно так состоит из из чего там написано что там меня зовут максим не столько-то лет я там-то родился то есть чтобы ребенок знал что он может о себе рассказать он понимал что можно говорить то есть не про стиральную машину постоянно говорить а что-то про себя рассказать там я максим я живу там-то там с мамой и папой у меня есть код фотография кота в этом альбоме там моя мама там столько и лет она работает там-то мой папа такой-то там я занимаюсь там с мальчиками девочками в специальном специальных заведениях я например хожу сад или я не хожу в сад у меня есть там бабушка и дедушка они живут там-то но в таком духе она что касается социализации еще остались такие не скажу что проблема но такие странные вещи что ребенок может подойти опять же к чужому человеку и ну просто так наглую сказать там дядя подними на ручки тоже объясняю что в общем чужой дядя не обязан тебя поднимать на ручки или там кто-то кушает подойти спросить на улицу м можно мне тоже с вами покушать там поделить с печенькой например со мной так что еще да и еще пресекаю попытки агрессивного сбрасывания детей из качелей если качели заняты я объясняю занята очередь психует рвется не даю подойти качелям объясняю подходишь спрашиваешь можно я с вами вместе покачаюсь и ждешь ответа если нет уходим если да стоим ждем поощрение будет ну что угодно можно с собой какое-то поощрение взять в карман положить либо поощрение будет то что тебе вот разрешили покататься на качелях ты молодец ты подождал не устроил стерику ты молодец с повторяющимися вопросами сложнее потому что все таки в диалоге в беседе там с ребенком может по сто раз спросить где твоя мама где ты живешь ему говорят что я же тебе уже рассказал где живу почему-то опять спрашиваешь опять же социальная история сдаем вопрос один раз внимательно слушаем ответ вопрос не повторяем это сложно потому что ему хочется повторять вопрос ему хочется несколько раз спросить сколько тебе лет ну детям это не очень нравится там вот и была ситуация когда девочка чуть чуть постарше после этих вопросов подошла к своей маме но я просто слышала что о чем они говорят говорит этот мальчик странный он какие-то странные вещи меня спрашивает но во сколько мы выглядим младше своего возраста ну как бы может нам сказал ну вот мальчик такой общительный он еще не умеет но когда спрашивает сколько нам лет если сказать там 5 уже начинает косо посматривать что как бы что-то тут не то потому что я в лоб не говорю у ребенка там высоко функциональный аутизм никто не знает что такое высокофункциональный аутизм тем более сидром аспергер это тоже мало кто слышал и сталкивался поэтому ребенок выглядит абсолютно здоровым он там не инвалид у него на лице не написано что у него раз и какие-то такие странные вещи вылезают а дети это чувствуют ну а попадаются очень приятные дети которым абсолютно пофиг на эти особенности они говорят максим пошли играть максим давай это давай то я беру максим игру вот смотри тебе обращаются посмотри на человека играем да я естественно помогаю вовлечься в этот процесс мы как-то втроем с этим ребенком играем и спасибо этим детям что они есть они не говорят что ты странный и там не спрашивают а чё это он так сам говорит и не жалуются маме и они как-то вместе играют ну конечно с моей помощью потому что максим две секунды он в игре дальше отключился и пошел по своим делам я бы вывлекаю обратно в игру теперь по поводу детского садика у нас с этими садиками развивашками не срослось в силу особенностей развития сразу скажу что лично нам обычный детский сад где 30 40 человек группа не подходит это стопроцентная сенсорная перегрузка будет и но опять же никто не будет за нами там следить никто не будет опощрять положительное поведение и скорее всего закрепит нежелательное поведение поэтому этот вариант отпадает может быть кому-то подойдет вариант например с тьютором в садик где много детей группе но тьютор это такое дело достаточно дорогое а бесплатных их практически не найти их и и садик и не предоставить скорее всего частные варианты рассматривали частный сад представлял собой квартиру и оказалось что это просто передержка то есть даже если там четыре человека и ты плачешь за это деньги все равно с особенностями не хотят мириться ребенка потому что он так сказать не так вовлекается в деятельность как другие дети не все просьбы выполняет как другие дети опять же не все есть как другие дети и воспитатели окровенно говорят что мы не умеем с такими обращаться детьми они нам неудобны и родители например жалуются мы не можем найти с ними общий язык там учиться дополнительно мы не собираемся чтобы подстраиваться под вашего ребенка переводите его там в коррекционный сад или там сидите с ним дома но либо либо там выживают как-то ребенка то есть на у нас с этим делом не срослось но поскольку на работу минив не не выходить поэтому принципе такой нужды на весь день куда-то сплавить ребенка нет я занимаюсь социализацией сама и у нас от этого больше пользы чем нежели он бы просто сидел и орал где-то в саду сама гуляю объясняю как общаться вовлекаю в игры на площадке вожу в гости принимаем гостей сами ходим на какие-то мероприятия то есть социализация есть она правильная продуманная структурированная и в рамках поведенческой терапии что касается сада я думаю что если ребенок удобный то скорее всего он саду задержится но это не наш случай то есть ребенок тихий сидит где-то в углу сам собой занимается не спорит не орет ну и ладно и им удобно ну не вовлекается в игры ну ладно хоть сиди смирно там этот ребенок ну в общем он удобный он не доставляет хлопот но опять же как какая польза в таком саду для таких детей если ребенка снижена имитация то маловероятно что он сам начнет повторять за детьми в саду надо чтобы был взрослый воспитатель его как-то вот за ручку вовлекал в эту деятельность но таких воспитателей мало которые вот готовы пойти навстречу и вот как-то вовлекать остаются частные сады в частных садах тоже откровенно прознаются что им не хватает знаний а многим просто и не хочется их получать у нас конечно стране инклюзия но она не продуманная абсолютно инклюзия какая ребенка с особенностями просто помещают к обычным детям и воспитателям неподготовленным без образования соответствующего это не имеет никакого смысла на мой взгляд поэтому мы без сада но мы с групповыми занятиями аботерапии с нашими вот детьми знакомыми которые примерно они на одном на одном как сказать этапе развития более менее похожи по развитию и постепенно с пяти лет у нас идет подготовка в школе начинаем заранее потому что очень много нюансов те вещи которые обычные дети усваивают элементарно тут нужно специальные подходы специальные программы придумывать как бы преподать тот или иной материал чтобы ребенок понял по поводу подготовки в школе есть разные варианты что потом делать с ребенком насколько дать его школу в семь лет либо ждать восемь лет отдать какая это будет школа специальная частная либо искать где-то по москве школы которые умеют работать с аптечными детьми таких мало и если туда далеко ездить понятно что не наездишься каждый день часто родители объединяются в группы и создают сами какой-то ресурсный класс на базе обычной школы это надо чтобы дети были примерно одного возраста и чтобы их набралось нужное количество и договориться со школы еще есть варианты по облегченной программе учиться учиться на начальной классе на год дольше в обычную же школу где 30 человек и параллели до не знаю до буквы ч мы не собираемся может быть если был бы тьютер еще и можно в такой огромный класс ходить но опять же это дорого и не знаю насколько это будет эффективно на проблем особенности дома мы же не очень обращаем внимание научились со многим бороться с чем-то смириться остаются проблемы с едой это опять же избирательность это чувствительность к запахам к текстуре у меня ребенок кричит там на кухне убери от меня запах затыкает нос и в общем большая категория продуктов которые для него пахнет она естественно у нас не используется он не может это есть но мы как-то смирились там подобрали какой-то специальный рацион даем там например какие-то малоежки или витамины чтобы как-то восполнить я вот на данный момент я не считаю что это самая большая проблема поэтому как бы да она есть но это не самое страшное что могло бы быть проблем со сном нет проблем с туалетом нет ходит туалет сам с одеванием проблемы есть потому что моторика нарушена с самого рождения сложно одеться но можно одеваться когда не хочется приходится за поощрение за какое-то вознаграждение хочешь гулять одеваешься сам там смог одеть какой-то сложный элемент одежды получил маленькую мармеладку съел скажем 10 ложек ненавистанной гречневой каши получаешь какую-то вкусняшку а планшеты телефоны в качестве поощрения не используем он этот планшет есть в доступе ребенка всегда потому что когда мы его ограничивали в этом запретный плод так манил что были эти истерики по поводу планшета если хочет он поел подошел поиграл не хочет планшет лежит игры в основном развивающие потом когда интересы какие-то появились у него с их значимой он стал ориентироваться на интересы сам научился скачивать себе какие-то игры скачал счет какие-то слова учит иностранные слова учит какие-то примеры математические считает но вроде как развитие получается я рассказывала в предыдущих видео еще по поводу мультиков и песен что это очень ограниченный репертуар ребенок требует смотреть только один и тот же мультик или слушать только одну и ту же песню это сохранилось если раньше мы смотрели разные там советские мультики какие-то программы интересные мультяшные то теперь на все мультяшные картинки истерика выключи боюсь убери не могу а истерика начинать еще у нас был неприятный инцидент в больнице когда мы там сидели в и там включили мультики детям у нас начался началась истерика мелдаун случился то есть неконтролируемая истерика с трясучкой там включили как вот микки маус сунорал нет выключили там что-то боюсь пошли бросил еду которую не доел стал там биться в агонии на нас конечно все смотрели с этим сложно как-то переключить можно попробовать давай посмотрим познавательную программу про пингвинов ты там за это что-то получишь давай как-то разнообразим не только же одну машу с медведем смотреть уже невозможно это слушать но радует то что желание смотреть эти мультики есть только один раз скорее всего за день вечером чуть-чуть посмотреть и пойти спать еще хочу рассказать по поводу инвалидности меня просто часто спрашивают об этом мы поздно об этом задумались и пошли получать официальный диагноз морозовскую больницу психиатру детскому до этого у нас были справки были консультации но без официального диагноза просто нам было уже не до этого мы столько вмотались по врачам в поисках правды что уже когда поняли что это раз и уже хватит ходить по врачам надо заниматься мы как-то на это все забили дело а официальный диагноз он должен быть он нужен все равно получили мы официальный диагноз это было F84002 и рекомендацию на получение инвалидности но там в связи с семейными обстоятельствами мы не успели пройти всех врачей и это пока вопрос отложен но я очень сомневаюсь что после стольких лет коррекции кто-то нам даст эту инвалидность ну скажем так в первые три минуты общения с ребенком не скажешь что у него есть проблемы это все-таки надо с ним пообщаться подольше и даже когда мы пришли к психиатру она его видела в двери он что-то у нее спросил она говорит а что вы мне его привели вообще такой мальчик хороший здоровый потом она за ним понаблюдала часика два и сказала ну я все вижу я вижу ваши стимуляции я вижу ваши тики я вижу странные там интересы плохой контакт со мной ну в общем она сказала ну я теперь-то я как бы все понимаю теперь-то я все вижу в начале нет поэтому если уж получать инвалидность то делать это пораньше желательно когда ребенок еще не очень разговаривает а высокофункциональным как повезет дадут не дадут просто не хочется промаяться полгода с этими врачами какими-то исследованиями а потом развернут и скажут типа извините вот такие скорректированные и корректируйтесь дальше еще хочу про быт про еду рассказать про путешествия конечно аутизм накладывает отпечаток в принципе на все сферы жизни если мы куда-то едем летим у нас встают проблемы еды с собой понятно в каких-то отелях гостях он ничего есть не будет мы с собой до сих пор возим баночное питание такие большие банки по 220 грамм и то не все потому что вот в обед чем-то другим кормить очень тяжело а если он где-то в гостях или на море то есть две недели он получается будет голодать на одних арбузах возим с собой банки да как дураки заматываем их целый чемодан у нас под еду для ребенка который он ест под эти малоежки какие-то там поощрения призы короче все это возится с собой еще про проблемки расскажу это взаимоотношения с родственниками особенно с теми кто не хочет признать диагноз вот у нас уже три психиатра подтвердила что это аутизм нет есть родственники которые говорят нет такого диагноза не бывает это не воспитанный ребенок мать его запустила его не кормит она им не занимается он вообще какой-то такой странный и вообще надо его воспитывать и с такими родственниками у ребенка конфликт идет они пытаются по-своему его подогнуть под себя он не подгибается у них крики оры там какие-то угрозы возникают с такими родственниками только минимизировать контакт не хотят читать статьи не хотят понимать проблему не хотят помогать ребенку хотят все по-своему из принципа ну пожалуйста давайте реже встречаться потому что такие родственники там или какие-то друзья еще кто-то они закрепляют нежелательное поведение над которым мы боремся они его закрепляют и мы потом неделями его расхлебываем с тераписткой в общем эти родственники уже замучили почему не идете в обычный сад им объясняешь что лучше для ребенка так и так не понимают почему не сдашь его прабабушки на воспитании и выйдешь на работу опять же не понимают почему я вот сразу сказала можно да сплавить куда-то ребенка выйти на работу и будешь такая ты молодец карьеристка там зарабатываешь не сидишь на шее но к семи годам когда надо будет отдавать школу наступит может наступить такой период что а время упущено и ребенок не готов в семь лет уже ломать переделать ребенка будет сложнее чем делать это с двух лет поэтому просто молча слушаем киваем да 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 вот я нахлебница да на шее сижу но мы делаем как мы считаем нужным пока ребенок маленький максимумом вкладываем если есть возможность задвигаем эту карьеру подальше и занимаемся развитием пока вот есть это время когда ребенок очень хорошо поддается коррекции и еще небольшую особенность расскажу это произношение звуков есть проблемы с произношением это проблема скажем так не самое главное нашей жизни у нас есть намного более важные проблемы которые мешают жить не произношение звуков то есть там нету каких-то эр ша ща зы то и так далее то есть это у нас отложено немножко на попозже в плане работы с логопедом опять же логопед подойдет не всякие из логопеды которые занимаются просто развитием речи нам развивать ее не надо она у нас есть хороший словарный запас нету именно звуков логопед при этом должен обладать как хоть какими-то начальными навыками чтобы ребенок сел сделал упражнения послушал не пошел в отказ не истерил не убегал не спорил то есть это такой вот процесс поиска он долгий не все обладают такими знаниями и те кто обладают их очень мало и они достаточно дорогие еще по поводу того что я говорила что мы обращались к остеопатам еще какой-то ерунде в общем не помогает это и никак это на аутизм не влияет в общем потратили мы много денег и видимо в пустое потому что смысла в этом не было был смысл когда у ребенка были родовые травмы там шея какие-то тазы и нам это вправляли делали массажи это было имело смысл сейчас это уже совершенно никак не влияет у нас главный прогресс идет именно на занятиях еще часто спрашивают про диету скажу конкретно про наш случай не было никаких особых так сказать результатов на ней просто у ребенка действительно бывает иногда расстройство пищеварения не чаще чем у любого другого человека чтобы как-то диета повлияла на поведение или отмена у нас повлияла да никак не повлияла вот в нашем случае вот эти все диеты они скажем так бесполезны у нас больших каких-то глобальных непереносимостей нет у нас одна единственная непереносимость была на рыбу от рыбы был понос это прям четко прослеживалось да рыбу мы не даем мы также ограничиваем в количестве поглощаемого мучного потому что если дать волю он может хоть весь день этим питаться ну вот как-то так кому-то может помогать диету у кого-то действительно непереносимость есть каких-то продуктов у нас вроде бы более-менее с этим делом что-нибудь хорошее надо тоже рассказать что со временем конечно идет прогресс идет улучшение в поведении но появляются какие-то новые проблемы старые разрешаются стало чуть-чуть проще в плане быта у нас такой продуманная распорядок дня ребенок в принципе знает что за чем идет поэтому уже не так сильно выражает протест против там почистить зубы поесть у него это как рутина вот у него же уже на автомате ты поел там и что-то сделал помыл ручки пришел с прогулки уже не напоминаем он уже сам идет моет руки это вот как-то закрепилось у нас было визуальное расписание где был весь день расписан картиночка встаем картиночка умываемся картиночка кушаем это закрепилось в этом плане стало легче еще как стало легче можно ненадолго оставлять ребенка с кем-то отпустить с кем-то погулять кроме мамы и папы но конечно он может там и нахвататься и немножко сойти с курса положительного поведения но просто есть такие моменты когда родителям куда-то срочно надо и в принципе чужой человек недолгое время справиться уже может с ребенком если раньше это было практически нереально то сейчас это возможно возможно что возможно велетать с ребенком он ведет себя вполне адекватно в самолетах легче ходить в кафе он тоже там себя спокойно ведет легче ходить в гости он там себя спокойно ведет сложнее принимать гостей потому что не хотим мы делиться этими игрушками там не хотим вот мы в рядочек выставили это какой-то лего построили башню эту башню нельзя двигать с места нельзя на нее смотреть и дышать на нее вот тут есть какие-то башенки какие-то штучки которые он раскладывает по определенному принципу нельзя нарушать этот принцип бывают истерики поэтому какие-то башенки его штучки мы вообще не трогаем обходим их стороной и там берем играем то что он разрешает то есть со временем на вот такой хорошей коррекции становится чуть чуть легче открываются новые возможности как для ребенка так и для родителей у нас например многие родители детей когда дети там достигли 5-6 лет и стали более-менее адекватные а даже вот решились завести вторых детей потому что конечно когда первому аутичному ребенку 2 года сознательно на это идти очень сложно и тяжело и в общем мало кто на это идет сознательно поэтому открываются возможности не все так плохо становится где-то легче сложнее становится в том плане что некоторые особенности уже не спишешь на возраст и начинаются какие-то социальные конфликты с чужими людьми кто не в теме для этого нужно просто выработать какую-то тактику либо не замечать либо кому надо там объяснять людям чужим либо заготовить набор шаблонных фраз которые вы будете говорить всем людям которые лезут в свое дело чтобы просто было легче ну со временем конечно легче уже не так травмируют вот эти все высказывания какие-то комментарии, косые взгляды надо как-то пережить и выработать иммунитет к этому всему потому что каждому на улице не объясни что такое аутизм что такое высокофункциональный аутизм что нет, дело не в воспитании но это просто нереально если людям надо они узнают и спросят и примут поэтому вот так сложилось что в нашем районе несколько семей с такими детьми 4 или 5 семей и получается что мы мамы у нас получается никто не работает из мам практически никто не работает и не все дети ходят в сады вот мы общаемся друг с другом так получается что близкое окружение это в основном мама особенных детей надо конечно и с нормотипичными общаться но это уже сложнее и реже но с другой стороны это еще какая-то польза для родителей, для мамы если у нее есть знакомые, которые в теме которые не осудят, которые понимают могут смириться с какими-то истериками детей ну как-то это просто чисто психологически легче другой вопрос что дети друг у друга научатся при этом чему они друг у друга научатся у одного есть нежелательное поведение у другого они могут другого скопировать но это конечно это уже другой вопрос я даже не знаю как как на него ответить и что что с этим делать решение такое просто с мамами особенных детей которые мы дружим помогать нашим детям играть вместе вот и все объяснять как-то корректировать то есть если пустить на самотек там какой-то бред будет полный это будет истерики это могут быть и драки какие-то странные вопросы один задал, другой не ответил ну то есть если это как-то поддерживать корректировать то в принципе нормально буду закругляться я так много всего наговорила видеоряд не будет соответствовать тому что я говорила скорее всего поэтому если есть вопросы то писать на ватни на Яндекс.ру имейл у меня всегда под видео стоит по-моему есть это 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 Продолжение следует...